Эй, погоди, чё произошло? Почему Маркус дохлый? Он надоил уже слишком много. Я думаю, его нужно в цистерну с молоком. Киньте его там, пусть растворится. Учитывая качество нашего молока, он сразу растворится. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем в GTA 5 RP. А как насчёт немножечко приключений Маквиссера? Вижу, вы всего этого хотите, но тогда ставьте заранее лайк, переходите на сервер Ламеса, ссылка будет на него в описании. Вбивайте промокод ВИСЕР и получите очень много бонусов. И я жду вас всех, и гоу играть со мной, гоу! А мы приступаем. ВИСЕР и ПОДПИШИСЬ! Субтитры сделал DimaTorzok Меня зовут Маквысер, и меня отверг родной отец, глава мафии. С тех пор я мечтаю превзойти его. Задача непростая, ведь моему отцу принадлежит весь этот город. Чем я только не занимался, чтобы достичь своей цели. Участвовал в уличных боях, ремонтировал машины, молотком, сбежал из зала суда, стал надзирателем, чтобы собрать свою банду, и даже занимался уличной магией. Я думал, что все будет гладко, но путь оказался тернист. Я никогда не смогу дотянуться до уровня отца, потому что за что бы я ни взялся, куда бы я ни посмотрел, все принадлежит моему отцу. Он восседает на золотом троне. Он доит весь этот чертов город. Погодите, я тоже могу доить. Так, ну и как это доить? Наверное, нужно дергать рукой. Мне кажется, это тоже не то. Здравствуйте. Чешите, корова? Вообще, я пытался подоить, но что-то не доится. Ну, не так же доит. Пойдемте, покажу. Хотите, ну, коробку подоить? Конечно, хочу. Пойдемте. Мужчину видите? Во, вижу мужчину, да. Подойдите, поздоровайтесь. Привет, у меня на ферме совсем не хватает рук. Начать работу. Ой, а что со мной? Вам идет, кстати, шляпка. Пойдемте, научусь сиси дергать. И что, все тут доят и никому не препятствуют? Ну да. Не знал, что так много людей хотят выдоить этот город. И что, прибыльное дело-то хоть? Конечно. Вот сюда ведерко берите. Я свое все развела. Придется вам набрать мое еще. Так. Правую, левую ручку сосок берем. И тык-тык-тык-тык. Давайте. Когда я дергал рукой, было лучше. Больше эффекта, что ли? Корову, как минимум, сказала спасибо. Ну, тут их много, давайте, чтобы они все поблагодарили. Ладно, давайте, да, другую. Могут с этой уже все. Вот с этой стороны подходить. Ну-ка. Ей тут больше нравится. Правая левая, давайте, взяли ручки. Тепленькая. Что-то сорвалось. Убили корову, зачем? Нет, она вроде жива. Просто я ее смутил, кажется. Извиняйтесь теперь, она обиделась. Я попробую еще раз. Она просто кокетливая. Раз, два, три, четыре. А, это надо делать медленно. А я что-то сразу попер, как паровоз. Вот, если мы действуем быстро, она начинает беситься. Я это сделал. Не распрыскайте, пойдемте. И вот сюда. Так. 35 долларов. Ну, прибыль же. Неплохо. Ну, их тут сколько? Раз, два, пятьсот. Вот все надо. Так, ну, пора дать. Не дай корову, я только что с ней был. Я эту корову только что доил. Ты чего? Ничего. Она уже подустала немножко. Ей надо восстановиться. Посмотри, какое молоко у тебя бледное. Ну, я же его не буду пить. Ты не будешь его пить? Нет. Ты должен понимать, что это за продукты делаешь. Иначе не будешь успешен. Ну, посмотри. Посмотри у тебя. Она просто все бледная, бесцветная. Желтая, да? Ну, такая. Да, ты посмотри, как ты держишь ведро. Она даже не выливается. Потому что она загустела все. Уже в желе превратилась. Сейчас другую подаю. Нормально будет жизнь. Иди подой другую. Он просто подошел к корове, которая уже устала. Которую я задоил до смерти. Надо, чтобы корова отдохнула как следует. На солнышке постоявшее. Вот. Смотри. Так, 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 так. Я могу даже быстрее. Она не бесится. Не, видишь, что-то они раздражаются. Ты смутил ее. Это был приватный, таильный сеанс. Она просто не была готова, что будет трое. По-моему, вы очень сильно оттягиваете, нет? Мы оттягиваем удовольствие, да. Понятно. Ну, иди, скинь свое в общий котел и возвращайся. Это молодежь. Их надо учить всему. Все, я тут. Здорово, Джонни. Как тебя зовут? Джонни это хоть или нет? Меня Марку зовут. Давай, корова стоит, ждет. Так. Ага, неплохо. Неплохо. Давай, сейчас, секунду. Ну, давай, сейчас, секунду. Ну, что, коровки готовы? Там пальчиками работают, да? Я не могу говорить, пока даю. Понимаешь, это слишком отвлекает меня от процесса. Ну, что, давай на свет вынесем наши ведра. Посмотрим, что, у кого лучше. Ну, на солнце главное, чтобы бликовало как следует. Смотри, тут по блику все. Не вставай, ты тень создаешь. Погоди. Да, да, вижу, вижу. Вот. Нормально бликует? Нормально. Тогда понесли. Когда люди пьют хорошее молоко, да? Да, только качественный продукт. На самом деле, я здесь только для того, чтобы выдоить все здесь. Выдоить весь этот город. Даже людей? Я буду доить всех. Каждое предприятие. Я задаю весь этот чертов город. Да, ну, городок у нас такой, в принципе, не маленький. Городок здесь тихий и уютный. Каждый день тот же, что вчера. Наступило утро, и доить пора. Я устал доить коров, если честно. Ты можешь пойти туда апельсины собирать. Нет, 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 погоди. Я устал доить коров. Но коров-то доить все равно надо. А, ну, деньги нужны, да? Конечно, да. Значит, предлагаю собрать всех людей здесь и устроить конкурс под дойки коров. Короче, есть, как видишь, левый ряд и есть правый ряд. Вот, гражданин стоит. Он в форме молока уже. Молодец. Маркус, ты слышал про конкурс? Да, слышал, конечно. Да, конкурс, короче, организуют здесь с большим-большим призом. Так что записывайся, пока не поздно. Так, хорошо, буду писать. Окей, стой здесь. Я сейчас пойду найду еще людей, еще работников. Точнее, конкурсантов, конкурсантов, да. Мария, как вас? Извините. Я Сара. Сара, а, Сара, да, точно. У нас тут конкурс на дойщиков, лучших дойщиков. Вон уже один конкурсант есть. Давайте. Нужно собрать людей. Собрать людей нужно? И доить на время, да. Я хочу, чтобы все эти коровы были выдаены. Но сам доить их я не буду. Я буду следить за временем. Он судья? А призовой фонд какой? Да, 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 призовой фонд. Миллион. Миллион коров. Миллион коров получишь. Сара, так ну что, где конкурсанты? Время-то поджимает уже. Нужно еще хотя бы один. У нас тут это, конкурс, соревнования. Вам сейчас вот тот вот в Панамочке, милый молодой человек, все объяснит. Объясните. Мы тут все в Панамочке. Большая часть из нас в Панамке. Как снять Панамку? Что-то не понимаю. Мне не получается это сделать. Она прилипла. Надо снять комбинезон сначала. Вот, теперь я настоящий фермер. Итак, хорошо. Как зовут тебя в белом? Павел. Здравствуйте, рабочие. О, здоров. Что вы делаете? У нас тут конкурс на дойщиков. Лучший дойщик получает миллион коров. Идем сюда. Вот здесь. Вот здесь дойка происходит. Итак, у нас есть две команды. Каждой команде по одному участнику. Поэтому это не особо и команда. Один встает слева, другой справа встает. Вставай, ты вставай справа. Вот здесь вставай, вот тут. Да, хорошо, ладно. Ты будешь справа. Ты команда правых. Ты команда левых. Сколько надо коров выдать, чтобы играть? Смотри, для команды слева весь левый ряд коров. Для команды справа весь правый. Что-то сложного. Деньги мне, это призовой фонд будет. Я не участвую, да? Ну, если хочешь, можешь поучаствовать. Давай, поучаствуй. Почему он не участвует? Я тоже не понимаю, почему. Что за вздор? Здесь нельзя стоять на этой грязи священной и не участвовать. Мы все участвуем. Кроме меня, конечно же. Я участвую морально. Ну, готово? Я что-то не понимаю, кто в левой команде. Давай, команда слева, отзовись. Это я. Мы здесь. Я тоже слева был. Хорошо. Получается, справа только один человек. Вполне справедливо. Он в другой форме. Вы готовы, ребят? Да. Да. Итак, раз, два. Погнали, погнали. Ах, хорошо идете, хорошо идете. Честная борьба, друзья. Мне нужна честная борьба, честная дойка. Коровы поймут, если вы халтурите. Отлично, отлично. Давай, давай, давай. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Я хочу, чтобы коровы запомнили надолго этот день. Они запомнят. Эти коровы только и ждут, чтобы их подоили. Давайте, не бойтесь. Чел, ты что, одну и ту же корову доешь? Давай дальше. Как успехи? Отлично. Хорошо. По-моему, дойка это лучшая идея, которая мне приходила в последнее время. Чувствую, как молочко льется по этим цистернам. Прекрасно, ребят. Что говоришь? Я говорю, работай. А, да, да, мне как раз послышалось это. Слушайте, когда я пришел на эту ферму, здесь жизни даже не чувствовалось. Что-то все там ленивы ходили себе. И посмотрите, посмотрите, как бегут. Как оживилась эта ферма. Ладно, стоп, наверное. Я не знаю. Стоп, да? Ну, наверное. Корову-то все выдали, нет? Ну, конечно. А может, капуску пособираем? Это следующий конкурс потом. А вознаграждение будет какое-то? Конечно. Кто проигравший, во-первых, надо понять. Вон он. Ты? Да. Кажется, да, это он. Ну что ж, тогда его нужно в клетку вот сюда залазь. Выбывший. Следующий тур. Какой следующий тур? Подскажите, пожалуйста, я здесь первый день. Я не знаю, что там. Капусту можно пособирать. Капусту пособирать, да, конечно. Доить этот город, собрать капусту. Вот это ключ к богатой успешной жизни. Как вы видите, здесь две клетки. Одна из них может однажды стать вашим домом, если вы плохо справитесь с конкурсом. А есть какой-то учет, кто сколько капусты соберет? А мы увидим, кто будет хуже всех собирать, того и выкинем. Конечно, да. Кто будет халтурить, сразу же видно халтурщиков. Ну что, готовы? Конечно. Раз, два, три. Поехали. А я буду вас подгонять. Такое правило конкурса. Пока вы работаете, к вам медленно подступает комбайн. Он все ближе. Он все ближе. Какая капуста, блин, твердая. Что за нахрен? Что с капустой? Она ломает твой трактор. Так, сейчас заднюю дам. Ну, трактор весь, он для пшеницы, а не для капусты. Я не могу выехать отсюда теперь. Сейчас. Он хорошо дает вперед, назад как-то не очень. Вот так. Здесь у каждого свой вызов. Я должен выехать из капусты. И начальник, ты застрял. Конкурс, конкурс, не забывай. Давай, гоу, капусту. Застрял, да. Сейчас все будет нормально. Погоди, какая вязкая капуста. Хотя потолкнул. Сейчас, погоди. Есть, есть. Время вышло. А мы готовы к подведению итогов. Окей, хорошо. Ну, давай, кто сколько собрал? Очень много собрал. Маркус собрал очень много. Следующий конкурсант. 30 капусты, честно, собрал. 30 капусты, это очень много или не очень? Я очень много. Нормально. Короче, Маркус собрал очень много. Ты собрал нормально. Я не хочу хвастаться, но 96 точно. Это просто много. Это просто много. А ты, гражданка, сколько собрала? Слишком много. Слишком много. Мы тут выскочек не любим. Сара, ты идешь в темницу. Второй выбывший и второй раунд закончился. Сара, мы вернемся за тобой. Она плачет. Но мы не верим женским слезам, поэтому пойдем. Так, куда идем? Какой следующий конкурс? Апельсины собирать. Апельсины! А вот и апельсинки. Коробки для апельсинок. Итак, осталось трое. Сейчас вас станет еще меньше на одного человека. Ну что, готовы, ребят? Да, конечно. Давайте, я верю вас. Раз, два, три, пошли. Отец будет мной гордиться. Вся коробка собрана. Отлично. Окей, построимся. Как тебя зовут, который с красной панамкой? Джо. Джо у нас первый. Да, но если Джо собрал все коробки, значит остальные коробки больше нету? Вы не могли собрать ничего, нисколько, ровно ноль, потому что он собрал все, правда? Правда. Конечно, правда. Итак, значит, получается, Джо, иди ко мне сюда. И сейчас Джо выберет, кто из двух, Маркус или, я не знаю, твоего имени, идет в клетку. Только не Маркус, пожалуйста. Так, ну вот этот парень вот совсем не справлялся. Ну, который вот с гримом, да, совсем вот что-то. Смотрите, плачет. Нажалось давит. Так, мне его жалко становится. Ты не обижайся, но надо в клетку. Восприми это как урок жизненный. Теперь давайте орошать поля самолетами, что ли. Эй, погодите, выбежал из клетки. Эй, погоди, ты же в клетке должен быть. Штраф. С тебя штраф. А там тоже из клетки, вон, гражданка вышла. И вот, он тоже вышел. А че у нас все свободно выходят из клеток нынче? Нас там выпустили, там какой-то мужчина, очень коллег, великатурский. Ну, сказал, что вам всем хана. Кто это сказал? У нас тут конкурс, между прочим. Время идет, деньги не идут. Похожешь на какого-то мужчину из какого-то картеля, если честно. Они хотят доить мою ферму? Доить мой город? Доить тех, кто доит для меня? Нет. Вон он едет. О. Вон наш самолетик. Отлично. Красивый, однако. Ой, Маркус, осторожней. Маркус, у самолета нет вымени, че ты под него лезешь. Садитесь как пилот, а я буду тогда вторым. А Маркус-то залезет? Маркус, на крыло прыгать. Мне кажется, я умру. Стой, 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 стой. Маркус, погоди. Стой, стой, стой. Мы Маркуса забыли. Джо, взлетай. Я знаю, ты боишься. Я знаю, ты нервничаешь. Я знаю, ты стремаешься. Удручен наверняка. И... Что это было? Ладно, давай попробуем я. Пересаживаемся. Так. По-моему, Маркус уже не с нами. Че-то он лежит, загорает. Ох, как это будет страшно. Прости, Маркус. А-а-а-а. Прости. Давай. Есть. Отлично. Вот это скорость. Вот это красота. Красота. Неплохо. Провода, блин. Удачная посадка. По-моему, достойно. Я даже буренку видел издалека нашу. Ладно, нам нужно вернуться к коровам. То есть к нашим друзьям. Хотя не такая уж и большая разница между ними. А вон наши друзья возвращаются. Эй, погоди, че произошло? Маркус? Почему Маркус дохлый? Он надоил уже слишком много. Просто весь выдаем. Я просто из крыши смотрела. Там кишки и ужас. Грязь на пропеллер прям сел. Зачем? Черт, ты в таком месте. Где антисанитария? Я думаю, ему недолго осталось. Может, его тут бросим. Я думаю, его нужно в цистерну с молоком. Потому что мы не можем объяснять потом легавым, че, откуда у нас тут труп. Киньте его там, пусть растворится. Учитывая качество нашего молока, он сразу растворится. Прости, Маркус. Это на самом деле иронично. Ты похоронен в цистерне с молоком, который сам же и надоил. Отдадим честь. Ну все, попрощались. Итак, ребят, в ходе этих конкурсов погиб Маркус. Ну, что делать? Ну, ничего не поделать, да. Поэтому давайте посчитаем, сколько мы собрали денег. Призовой фонд-то какой у нас? 13 центов я. 13 центов. Чего так мало-то, не понял? У меня полторы тысячи. У меня две. Итого, точнее, три с половиной и 15 центов? 13. 13 центов. Вполне неплохо. Давайте сдаем, чтобы потом я распределил. Спасибо, спасибо, спасибо. Вот так мы и надоили эту ферму. Надеюсь, вам всем понравился конкурс. Да. Только я надеялся, что теперь деньги мы поут. Получается, только отдали. Погодите. О, Маркус приехал. Маркус живой. Так он же в молоке растворился. Он переродился. Раньше он был Маркус серый, теперь он Маркус белый. Господа, что вы делаете на моей ферме? Стоп, 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 стоп. Ты владелец фермы? Да кто еще? Но это в прошлом, чувак, потому что теперь я даю эту ферму. Мы доим. Доим. Доим или доим? Вы доимаем. Это пулька. Это было опасно. Каждый подход ко мне передает все деньги, которые тут были заработаны. У меня в заднем кармашке. Погоди, ну блин, ну это мы доим. Мы первые начали. Вы начали, я закончу, не переживайте. Все бабки сдали. Я все отдал. А теперь свалили с этой фирмы. А знаете, что я тут вспомнил? А у меня вот что есть. Джо, тебя подбили? Нет, я просто испугался, я уползал. Они угоняют на наших тракторах. Побежали за ними. Так, разделяемся. Берите самолеты, берите вилы. Какая эпичная погоня. Сокращаем дистанцию. Я убью вас. Как ты посмел доить? В мою ферму. Маркус! Маркус, не дай ему уйти. Вышел из машины. Ты на кого работаешь, скажи, пожалуйста. Мой живот, прострелили. Давит на галость, мне кажется. Мы не верим этим слезам. Слышь, молоком подавился, кажется. Что ж ты проиграл в этом соревновании? А это значит, несем его в клетку. У меня кровотечение, вызывайте, пожалуйста, с курой. На этой ферме течет только молоко. Он попытался выдаить нас. Теперь мы отплатим его тем же. Доите его. Сейчас я его подаю. Давай, Джуд. Just do it. Все соки выжми. По-моему, все. По-моему, уже нечего у него тут выдаивать. Ну да, все нормально было. Мы теперь должны растворить его в цистерне с молоком. Мне кажется, так мы его сможем сделать белым. Отбелить его репутацию. Как когда-то Маркуса. Выменем короля этой фермы. Приношу в жертву этой цистерне. Человека по имени... Я не знаю, как его зовут. Сара. Его тоже зовут Сара, да? Хорошо, Сару. Приносим в жертву. Молоку. Выменем дойной коровы. Прими эту жертву. Все повторяйте. Тоже. А то я чувствую себя дебилом полным. Какая речь у нас еще разок? Кажется, он уже утонул. Он уже растворился. Все, ты опоздал. Все, забей. Так, друзья, теперь знайте, что мы будем доить эту ферму. Мы будем доить этих коров. И мы будем доить весь этот город. А теперь договоримся больше никогда не пить молоко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова